привет друзья снова с вами международный гроссмейстер роман овечкин сегодня расскажу опять про одну из своих памятных партий в 2006 году у меня ну в принципе был очень хороший такой год было несколько удачных турниров и завершился он насколько я помню турниром для меня лично турнира в салехарде после него правда еще был турнир по быстрым шахматам в челябинске ну классику вроде бы после турнира в салехарде я не играл удалось достаточно успешно стартовать вот сейчас вашему вниманию будет представлена партия из четвертого тура где моим противником был очень неплохой международный гроссмейстер дмитрий бочаров он и сейчас очень здорово играет а тогда но его рейтинг был выше моего однозначно и эту партию он он играл белыми конечно же он намеревался выиграть из того что запомнилось очень хорошо перед партией у нас была экскурсия вот именно перед этой партией партиями 4 тура в чумы там коленям и так далее ели там строганину морожку всякие там другие местные деликатесы пробовали ну и что запомнилось что я например сумел отказаться от 50 граммов которые можно было употребить перед партия мой противник нет и как мне кажется на результате партии это сказалось по крайней мере никакими другими причинами объяснить некоторые сомнительные ходы белок в этой партии у меня не получается разыграна защита немцовича достаточно один из самых популярных закрытых дебютов тогда я еще не играл старый индийскую защиту ферзь c2 тоже считается одним из самых надежных ходов особенно усилиями алексея дреева очень сильного гроссмейстера набрал популярность гарри кимович каспаров показал несколько новых идей на турнире по быстрому и блицу в сам луисе недавнем но в целом сейчас вроде бы за черных найдены неплохие идеи а александр морозевич тоже обнаружил массу активных идей за белых здесь конца 6 конца 6 применяется редко и в основном этот ход направлен на то чтобы сбить противника с подготовки напали на пешку д4 и теперь пытаемся задача черных провести до 6 и 5 поэтому основным ходом здесь все таки является не короткая рокировка от d7 до 6 рокировка скорее всего здесь даже является не точностью а3 мне больше нравится ход слон g5 в этой позиции хотя в этом а стоп на слон g5 как раз основная идея вариантов срабатывает и кстати почему точнее d7 d6 чем рокировка это что вот если пойдут слон g5 то после а6 слон h4 у белых неожиданно возникает проблема с пешкой d4 она теряется а слон на b4 неприкосновенен то есть у черных просто лишняя пешка после рокировки так тоже можно играть но в этом случае черный король ослаблен все таки пешка же будет двигаться от собственного короля но мой противник играет от ривня с того чтобы связать коня и возникает достаточно стандартная позиция теперь черные хотят провести е5 непосредственно здесь хотя пойти скажем в ответ на же 3 что-нибудь такого типа е5 да и конечно же конь е4 или я вас обманываю потому что мне не нравится а ну да ферзь c2 как-нибудь d5 с идеей на cd ферзь бьет d5 и в общем пешку е5 они рассчитывают где-то отыграть слон угрожает на f5 выскочить кстати может быть и здесь слон f5 возможно на конь h4 я вот обнаружил что какой-то ответ конь d4 интересный есть но после d5 это точно уже угрожает слон f5 конь d4 то есть какие-то такие с неясной компенсации позиции возникают скорее всего она есть но может оказаться что точно игрой белая могут справиться погасить инициативу и остаться с лишней пешкой ход слон g5 напрашивается и практически вынуждает черным черных следующей серии ходов коня поставили на е4 и укрепили его ходом f5 возникают голландские построения с голландской защиты у меня тоже связаны приятные воспоминания очень много их но в основном конечно из юношеской практике в частности структуры f5 е6 d6 голландской защите это система или на женевского и по ней у меня тоже будет несколько роликов потому что есть много партий в частности я уже говорил вам что у меня вот такие тетрадки есть две найдены да из которых я буду брать партии вот в одной из них я подводил итоги когда закончились у меня бланки для партий в одной из тетрадок я подводил итоги и обнаружил что голландская защита было сыграна 11 раз дает неужели в общем где-то они тут есть надо просто рыться а нет ни один в общем 11 партий выиграно 2 проиграны из 13 встреч ни одной ничьей конечно статистика просто великолепная хотя дебют более чем подозрительный особенно система или нашу несколько которую я тогда играл то есть вот эта структура это построение мне было знакомо и я отлично понимал что слона c8 основная задача ввести в игру и самое сложное конечно отсутствие чернопольного слона здесь не так чувствуется хотя вроде бы и король у черных ослаблен но пока что угрожает же 5 же 4 свои крыша пешки а здесь ферзь на f6 все функции слона выполняет помогает провести е6 е5 коль на е4 силен и сгонять его надо после размена на g3 черные провели е5 теперь если белые разменяются на е5 то встретить давайте посмотрим то встретить наступление в центре противника ходом е4 они могут но после f4 будет угрожать g4 или даже слон g4 и конь c6 устремиться на слабый пункт d4 что даст прекрасную игру черной поэтому мой противник сыграл d5 и только здесь е4 сейчас конь не может попасть на d4 но ему туда попадать необходимо поэтому ответ черных вынужден c6 этот ход также очень понятен в связи с тем что черные пешки h6 g5 f5 далеко ушли от короля белые не хотят рокировать короткую сторону потому что могут попасть после f4 подматываю атаку в случае такую страиндийскую матовую атаку в центре держать короля тоже опасно потому что всегда можно получить f e cd и за королем погонится значит белый король будет уходить на ферзевый фланг вот и в преддверии этой длинной рокировки которая тут же последовала черные готовятся вскрыть линию c и конечно ее вскрывают но мы видим что одной линии c мало сейчас белую идут король b1 выскочит ферзен куда-то и с пешкой h6 могут начаться огромные проблемы к сожалению если здесь черные будут действовать спокойно неторопливо типа слон d7 ладья c8 им никогда не получить серьезные контрыгры поэтому следующий ход практически вынужден b5 ну слон бьет b5 мы даже рассматривать не будем потому что черные возьмут f e слон выскочит на f5 и две ладьи на b8 и c8 однозначно будут компенсировать черным потерю вот этой пешки король b1 ход естественный но конечно же раз черные один раз отдали поставили пешку под бой они вполне могут поставить пешку под бой еще раз и даже не один раз конечно а b здесь еще менее логично чем взятие пешки на предыдущем ходу и белые двинули пешку вперед вот пешка на b4 черным никаких плюсов не дает а вот ее отсутствие позволяет претендовать в дальнейшем на захват пункта b4 важнейшего и в общем вот здесь мне стало понятно что я претендую уже не только на ничью партии против грозного противника конечно изначально выходя черными я настраивался на борьбу но считал что ничья при случае хорошего результата после хода b3 все черные фигуры наконец-то вошли в бой пешка d5 слабенькая по линии b у черных просматривается очень неплохая контрыгра белые вполне логично уводят ферзя с открытой линии укрепляют свои позиции в центре черные действуют не менее естественно они пытаются сдвоить ладьи и надавить на пешку b2 вот слон бьет f5 я не уверен в том что этот ход хороший возможно стоило пойти здесь конь d2 белым чтобы установить коня на e4 а вот после размена угрожает ход e4 и белым уже не до перевода туда коня ферзь e4 ферзь как мы знаем не лучшая блокирующая фигура то есть черным достаточно поставить ладью на b4 чтобы его согнать естественно черные тут же ходят ну самый напрашивающийся ход конечно делают опять опять грозит ладья b4 ладью на b4 загнали белые меняются черные напали на b2 и вынуждают белых еще к одному размену выясняется что все фигуры черных уже участвуют в игре у белого короля есть некоторые проблемы пешка a4 слаба пешка b2 слаба пешка d5 скоро потеряется хотя это пока не так очевидно ладья на h1 давит на пешку h6 и больше никакого толку в ее расположении нет ферзь c2 конечно белые ушли и из массы интересных продолжений напрашивалось конечно e4 такой самый естественный ход но мне не понравилось что после конь d2 вряд ли черные смогут куда-то ферзя подтянуть на помощь к ладье потому что все время угрожает куча шахов по 7-8 ряду то есть ход конь e7 выглядит более логичным мы прикрыли поле c8 напали на d5 и угрожаем при случае пешки f2 то есть в ответ на e4 конь d2 уже ходить нельзя из-за ферзь бетов 2 и на e4 нельзя брать так как после размена этот конь потеряется белые сразу ходят конь d2 конечно взятия на f2 черных никак устроить не может белые сыграют ладья f1 и начнут при случае где-то ферзем на c7 прыгать бьем на d5 здесь белым стоило возможно сыграть ферзь c8 шах и потом конь c4 но вот после кони e4 у них начинают возникать проблемы о которых не так-то просто догадаться то есть ферзь e6 черные укрепили позиции в центре прикрыли поле c8 также на c7 ферзью делать нечего его конь не пускает и после ладья d1 ну угрожает ладья бьет d5 то есть вот ладья d1 самый естественный и тут черные просто меняют ладьи угрожает конь b4 ферзь a2 шах и ферзь a1 ма то есть белые должны меняться и в этой позиции им просто необходимо было укрепить позицию коня e4 в этой позиции укрепить позицию да словарный запас конечно еще немножко страдает будем над этим тоже работать то есть вот в данный момент скорее всего белым необходимо было укрепить позицию коня на e4 ходом f3 ход ферзь d3 грубейшая ошибка но выглядит он тоже вполне естественным так как после коня b4 ферзь бьет d4 как было в партии конечно все угрозы черных кажутся отраженными то есть кроме ферзь a2 шах после коня b4 никакие ходы особо и не рассматриваются и если честно мне тоже до хода ферзь d3 до того как этот ход был исполнен на доске казалось что белые играют ферзь d3 отражая мою атаку на ферзь a2 король c1 на ферзь a1 король d2 ну можно конечно там взять на a4 напасть на мат на c2 но белые как-нибудь его отразят и ну даже ходом король d2 и потихонечку отобьют атаку малых сил ну выяснилось что у черных есть еще одна идея которую и зевнул мой противник после d5 конь не может никуда отойти из-за ферзь e1 с матом при этом на d2 не может отойти на конь c3 последует ферзь f5 шах и конь c2 если король a1 вилка или ферзь c2 мат если король отойдет на c1 конь f6 шах ничего не дает так как король f7 напали на коне а также сохранили угрозы ферзь e1 и ферзь f5 и поэтому мой противник сдался конечно было очень приятно захватить лидерство 4 из 4 у меня стало в этом турнире но надо сказать что мой противник играл намного ниже своих сил из этого турнира у меня еще будет наверное парочка прокомментированных партий то есть мне турнир вообще очень сильно понравился удалось занять первое место где лежит первого пятого то есть обойти всех по коэффициенту что как вы догадываетесь намного сложнее чем по очкам потому что зависит именно от противников вот обойти гроссмистеров Рязанцева Бочарова Геллера Двориса Яковича и других моего друга Максима Сорокина в общем ролики продолжу постараюсь сейчас в связи с большой паузой выкладывать их каждый день подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки с вами был международный гроссмейстер Роман Ильич до свидания субтитры субтитры Субтитры